Ну что ж, друзья, давайте двинемся дальше. До сих пор мы создавали макеты обычной имиджевой рекламы, которая состояла в основном из одного или нескольких изображений. А в этом занятии я бы хотел, чтобы мы с вами попробовали стать чуть-чуть умнее и создали бы так называемую креативную рекламу. Я не буду сейчас подробно рассказывать о всех премудростях креативной рекламы. На самом деле на эту тему у меня существует отдельный курс, который называется «Интенсив по графическому дизайну или секреты рекламного креатива». Поэтому, если вы хотите более детально, более глубоко изучить эту тему, я вам рекомендую этот свой курс. Как я уже сказал, эта реклама креативной не является. Почему? Потому что здесь изображено ровно то, о чем нам и хотят сказать. Здесь нет ничего другого, никакого дополнительного смысла. Так вот, в креативной рекламе, в отличие от обычной имиджевой рекламы, всегда спрятан какой-то дополнительный смысл. Реклама как бы всегда задает вопрос и дает возможный ответ на этот вопрос. В обычной рекламе ответ лежит на поверхности. Нам не надо слишком глубоко копать, чтобы его найти. А в креативной рекламе нам приходится немножко напрячься, чтобы найти этот ответ. Так вот, процесс поиска ответа и делает рекламу более запоминаемой и более эффективной. Наверное, нетрудно догадаться, что во многом креатив или креативность рекламы зависит от используемой иллюстрации. В современной рекламе, говоря об иллюстрации, прежде всего имеют в виду фотоизображение. Так вот, в креативном рекламном сообщении должна быть креативная иллюстрация. Ну что ж, давайте приступим к работе. На сей раз мы будем создавать с вами наружную рекламу. Эта реклама будет крепиться на улице, как вы понимаете, на рекламном щите. На профессиональном жаргоне это называется билборд. Вот примерно так выглядит этот самый билборд. Он может выглядеть и иначе, но суть та же. Одни рекламные щиты крепятся высоко над дорогой, другие ниже, но в принципе к ним предъявляются одни и те же требования. В отличие от рекламных полос в журналах и газетах, наружная реклама должна быть предельно лаконичной. Потому что представьте, что у потенциального клиента есть всего несколько секунд, чтобы взглянуть на эту рекламу, проезжая по дороге на машине или на автобусе, и понять главное. И это самое важное, чтобы человек взглянул и понял, о чем идет речь. У него нет времени вчитываться и долго ломать голову. Ну что ж, мы определились с видом продукта. Это будет рекламный щит, билборд. Кстати, его размеры 3х6 метров. Соответственно, мы будем создавать макет в масштабе 1х10, 30х60 сантиметров. Мы не будем его делать один к одному, это не нужно. Вроде как можно приступать к работе. Но одну минуту, мы же собираемся создавать креативные рекламные сообщения. Поэтому прежде чем открыть документы и начать строить графику, давайте немного подумаем. Давайте еще раз посмотрим на наш бриф. Помните его? Требуется создать рекламное объявление. Но в данном случае это не объявление для журнала, а наружная реклама. Тема остается прежней. Слоган «Не бойтесь классики». Послушайте, тут есть слоган, который мы не использовали в нашей обычной имиджевой рекламе. Может быть имеет смысл сейчас как-то его использовать? Ведь слоган довольно интересный. Не бойтесь классики. Я думаю, что стоит уцепиться за эту фразу и попробовать из нее извлечь какой-то дополнительный креативный смысл. Давайте попробуем. Ну, во-первых, что в данном контексте означает фраза «Не бойтесь классики». Явно организаторы фестиваля хотят сказать, что классическая музыка настолько привлекательная, настолько дружелюбная, что даже если вы до сих пор за версту обходили залы филармонии, и когда по радио звучала классическая музыка, затыкали уши, даже в этом случае поверьте, что в классической музыке нет ничего страшного, не надо бояться классической музыки, не стоит бояться классики, приходите к нам на фестиваль. Ну, вот в такой упрощенной форме можно объяснить смысл этого слогана. Теперь давайте поработаем с картой мышления. Лично я большой сторонник карты мышления. Считаю, что это очень эффективная креативная техника. Лично меня она не раз выручала, постоянно помогает мне найти какие-то новые, свежие, интересные идеи. Чтобы не занимать ваше время, я уже предварительно посидел и составил карту мышления. Взгляните на нее. В центр я поместил нашу главную идею, слоган фестиваля «Не бойтесь классики». А далее набросал ключевые слова, которые могут быть связаны с этой темой. Ну, во-первых, эту фразу можно расчленить на два ключевых слова. Первое – страх, потому что сказано «Не бойтесь». А второе – классика. И вот, начав строить свои цепочки от этих двух ключевых слов, от страха и классики, я пришел к следующим вещам. Во-первых, я попытался представить себе, что может вызывать страх. Ну, по-моему, вопрос несложный. Вещи абсолютно очевидные. Прежде всего, это смерть. Там, где смерть, там и кровь. Многие боятся крови, все мы боимся смерти. Кто-то боится мышей, а кто-то может боиться крыс, пауков и каких-то других тварей. Но, как видите, эти идеи не получили дальнейшего развития, поэтому здесь цепочки обрываются. Что же касается смерти, то идея смерти в моем представлении тесно связана с темой оружия. Многие боятся смерти, боятся быть убитыми. Там, где убивают, там и оружие. Война, оружие. Кстати, вот стоило бы, может быть, написать война. Но я думаю, что так или иначе я пришел бы к той же самой теме и тому же образу оружия. Да, кое-кто еще боится мистики, но тоже здесь эта идея не получила дальнейшего развития. Кто-то боится собак. Точнее, не просто собак, а собак, у которых зубы, тех, которые кусаются. Теперь посмотрим на другую сторону карты. Вот сюда. Здесь я попытался поискать ассоциации, связанные с темой классика. Ну, что в данном случае означает классика? Разумеется, классическая музыка. Тут не идет речь о манерах поведения или об одежде. Да, классическая музыка, классика. Для меня это однозначно скрипка. Что может быть более классическим, чем скрипка? Она классическая и по форме, вот эти вот ее округлые такие женские изгибы. Она классическая и по звучанию, и по использованию. Скрипка никак у нас не ассоциируется с рок-музыкой. Хотя многие рок-музыканты в том числе используют и скрипку. Вторым классическим инструментом, конечно, является труба, ну и прочие духовые инструменты. Но труба и духовые инструменты уводят нас в сторону военных оркестров, парадов и так далее. И это уже не классика. А вот скрипка это самый что ни на есть классический инструмент. И вот посмотрите, какие связи между двумя сторонами. Карты между двумя понятиями я наметил. Если мы говорим о трубе, то у меня возникает прямая ассоциация с оружием. Ну, во-первых, кроме уже упомянутой ассоциации с военными парадами и оркестрами, тут еще налицо явное сходство некоторых деталей трубы с какими-то деталями оружия. Например, с гильзами. Это та же самая медь, тот же самый цвет, форма такая же, овальная, округлая, напоминающая какие-то детали пушек, гильзы, патроны и так далее. То есть здесь можно было бы подумать о каком-то рекламном образе, который бы сочетал функции музыкального инструмента. Трубы и каких-то частей оружия. Здесь можно было бы поиграть вот с этим сходством. Это что касается трубы. А что касается скрипки, то мне представилось интересным поискать связь скрипичной формы и вот какого-то кусачего существа. Иными словами сказать не бойтесь, скрипка не кусается, классика не кусается. То есть я решил сосредоточить внимание на скрипке, на скрипичных деталях и попытаться извлечь оттуда нечто напоминающее какую-то опасность. Нечто такое, что может укусить и чего стоит опасаться. Скрипичная форма сама по себе очень интересная. Она женственная, она изящная, как я уже говорил. Но при более подробном рассмотрении можно в ней усмотреть что-то устрашающее. Например, вот этот вот проем известный, изгиб скрипичный. При желании может напоминать пасть. Все зависит от того, на что мы хотим обратить внимание зрителя. Ну, во-первых, давайте создадим новый документ. Нажмем на клавиши Ctrl-N. Здесь я выбираю заранее подготовленный мной шаблон B-Word. Это страница размером 60 на 30. Вот поля, я думаю, можно убрать. Они нам ни к чему. Нажимаем на ОК. И давайте сохраним наш документ. Назовем его Creative Billboards 2. Сколько у меня уже такой документ есть. Так. Ну, а вы назовете так, как посчитаете нужным. Ну что ж, теперь давайте разместим всю необходимую информацию. Во-первых, это должна быть контактная информация с логотипом. Я вам предлагаю оформить ее вот таким вот образом. Видите, я убрал все лишние детали. Потому что, как я вам уже говорил, в наружной рекламе информация должна быть предельно лаконична. Нужно избавиться от всего лишнего. Никаких лишних деталей быть не должно, потому что их все равно никто не увидит. Поэтому я оставил только самую необходимую информацию. Это номер телефона, по которому можно будет позвонить и заказать билеты. Это адрес веб-сайта фестиваля и логотип. Кстати, обратите внимание, что наш слоган, о котором мы говорили, не бойтесь классики, является неотъемлемой частью логотипа. Вот если мы приблизимся, то увидим, здесь по чешски как раз и написано. Не бойтесь классики. Ну и кроме контактной информации, разумеется, нам понадобится заголовок, он же слоган. Вот, я его вставляю из буфера обмена. Чуть позже мы займемся его более точным оформлением. Так, кроме всего этого, нам, конечно же, понадобится изображение скрипки. Нажмем на клавиши Ctrl-D. И выберем необходимое изображение скрипки. Я его подготовил заранее. Вот она наша скрипочка. В данном случае... Ох, какая большая. Давайте уменьшим, скажем, до 60%. Потом займемся более точной компоновкой. В данном случае нам нужна только лицевая ее сторона, потому что на лицевой части находятся характерные скрипичные детали, по которым каждый может узнать скрипку. Поэтому ни у кого не должно возникнуть сомнения, о чем идет речь. Давайте оставим необходимый фрагмент скрипки. Нам, собственно, не нужна вся скрипка, не нужен гриф. Нам необходим только вот этот красивый изгиб, из которого мы будем делать такую вот кусачью пасть. Давайте увеличим нашу скрипку как можно больше. Я думаю, стоит ее немного наклонить, чтобы сделать изображение более драматичным. Ну и еще увеличим. Давайте воспользуемся процентами. Я увеличиваю ее еще так вот на 20%. О, ну я думаю, пока этого будет достаточно. Теперь давайте поместим нашу скрипку, да, или нашу кусачью мордочку в пределах границ нашего формата. Для этого вырежем скрипку в буфер обмена клавишами Ctrl и X. Выберем инструмент прямоугольник и отчертим площадь нашего рабочего листа. И затем воспользуемся командой edit, paste, into, то есть вставить вовнутрь. Или клавиатурным сокращением Alt, Ctrl и V. Видите, скрипка встала на место. Теперь всю эту текстовую информацию давайте переместим на самый верхний уровень. Для этого мы можем воспользоваться клавиатурным сокращением Ctrl, Shift и правая квадратная скобка. Вот таким вот образом. Заголовок тоже переместим наверх точно так же. Так, картиночку, я думаю, можно немножко подрезать, чтобы освободить белое пространство для текстовой информации. Вот примерно так будет выглядеть наша композиция. Скрипку, может быть, стоит еще немного наклонить. Сделать ее более угрожающей такой, да? Вот так вот. И немножко еще увеличить. Давайте займемся заголовком. Не бойтесь классики. Кстати, по-хорошему, конечно, надо было бы сочинить другой заголовок, потому как «не бойтесь классики» — это слоган, да? И слоган лучше бы оставить в виде слогана, или говоря профессиональным языком, эхо-фразой. Но поскольку мы сейчас занимаемся премудростями рекламного текста, а говорим только о дизайне, я вам предлагаю не мудрствовать, а ставить все как есть. Не бойтесь классики. В данном случае совсем неплохой заголовок. Даже несмотря на то, что это на самом деле не заголовок, а слоган. Выполним его каким-нибудь другим, более изящным и интересным шрифтом. Я предлагаю воспользоваться рукописным шрифтом Лиана, который мне очень нравится. Вот так он выглядит. Заголовок мы увеличим, чтобы сделать его более значимым и более заметным. И также я предлагаю разбить его на две строки. Так, ну и здесь я вам предлагаю воспользоваться довольно распространенным дизайнерским приемом, когда нижняя строка сдвигается относительно верхней. Посмотрите, что я имею в виду. Во-первых, выровняем весь текстовый блок по левому краю. И теперь сдвинем нижнюю строчку просто вот таким вот образом, нажимая на клавишу пробела. Ну и разумеется, теперь нам стоит сократить интралиньяж до минимального, чтобы приблизить нижнюю строчку к верхней. Понимаете? Таким образом мы получаем единое композиционное пятно, обладающее внутренней динамикой. Может быть, потом нам стоит еще несколько увеличить вот этот наш заголовок. Но пока я предлагаю оставить его вот в таком виде. Ну что ж, вроде как композиция у нас построена и довольно неплохо, но проблема в том, что эта псевдопасть пока не очень напоминает пасть. Все же мы видим скорее фрагмент скрипки, чем какую-то пасть. Помните, на предыдущем этапе работы я сказал вам, что было бы интересно, если бы мы попробовали как-нибудь обыграть вот эту скрипичную форму, подчеркнув ее сходство с пастью. Для этого я вам предложил немного поиграть, пошалить и нарисовать этой нашей скрипке вот такие вот нарочито несерьезные и ненатуральные зубы. Просто взяв и начериков эти зубы, и таким образом подчеркнув нереальность и несерьезность ситуации. Но если я нарисую зуб прямо сейчас, то, скорее всего, их никто не заметит. Кроме того, пока что в нашей композиции недостаточно драмы. Это наша скрипка или кусачая пасть. Недостаточно отпугивает, недостаточно страшна. Поэтому надо подумать, как бы обыграть данную ситуацию, данный сюжет, чтобы внести в нее больше напряжения, больше страха, больше драматизма. Знаете, я предлагаю рассказать ту же самую историю не днем, а ночью. Поэтому давайте попробуем поместить нашу скрипку на темный фон, даже на черный фон. Во-первых, это действительно привнесет больше драматизма в нашу историю. А во-вторых, это решит проблему с отображением белых зубов. Белые зубы на черном фоне точно будут заметны. Выбираю нашу скрипку, нажимаю правой кнопкой и выбираю команду Edit with Adobe Photoshop. То есть, редактировать с помощью программы Photoshop. И сейчас изображение скрипки откроется в программе Photoshop. Как делать обтравку в Photoshop? Я вам не буду рассказывать, это не является темой нашего урока. Думаю, что большинство из вас умеет делать обтравку простых объектов на белом фоне. То есть, вырезать их из фона. Ничего сложного в этом нет. Если же вы не умеете, то вам по-любому придется этому научиться. Поэтому я вам советую уделить некоторое время и научиться этому нехитрому занятию. Вам это обязательно понадобится. Поэтому сейчас я прервусь, сделаю обтравку нашей скрипки. И затем мы снова встретимся в нашем рабочем документе. Ну что ж, я выполнил обтравку и сохранил нашу скрипку в виде файла .psd. Поэтому давайте заменим изображение скрипки на новый файл. Заходим в панель ссылок, панель links. Нажимаем вот на этот значок. И выполняем команду relink, то есть замену ссылок. Где тут наша скрипка? Вот она. Видите, файл .psd. Оп. Все, замена файла произошла. Видите, в панели ссылок теперь высвечивается название нового файла с расширением .psd. Значит, все в порядке. Мы можем продолжить работу. Ну и на следующем этапе давайте окрасим площадь нашего объявления в черный цвет. Для этого мы просто выбираем рамку, граничащую рамку нашей рекламы и заливаем ее черным цветом. Вот таким вот образом. Видите, что получилось? Теперь наша скрипка находится на черном фоне. Давайте выберем наш заголовок и окрасим его в белый цвет. Вот таким вот образом. По-моему, в целом композиция смотрится довольно интересно и даже драматично. Но не хватает последнего штриха. Какого? Не хватает белых рисованных зубов, о которых мы говорили. Для того, чтобы, как я уже сказал, привнести в нашу композицию элемент игры и как бы подмигнуть зрителю, намекнуть на несерьезность ситуации. Я нарисовал эти зубы предварительно, а теперь просто вставлю из буфера обмена. Давайте посмотрим. Опс, вот таким вот образом. Ну что скажете? По-моему, теперь сюжет читается безо всяких проблем. Вот видите, по-моему, мы создали с вами простую, но довольно эффективную, креативную рекламу, которая наверняка заинтересует проезжающих мимо зрителей. Ну и напоследок давайте сделаем такую небольшую визуализацию и посмотрим, как наша реклама будет выглядеть на рекламной щите на улице. Ну вот примерно так наша реклама, наш билдборд будет смотреться на местности. По-моему, смотрится неплохо. Такая реклама однозначно будет привлекать внимание, однозначно заинтересует зрителя. Ну и идея, по-моему, тоже изображена довольно понятно. Поэтому, если вы собираетесь искать работу в области креативной рекламы, я вам советую сделать несколько подобных креативных макетов и разместить их в своем портфолио. Ну что ж, на этом все. Благодарю вас за внимание. Встретимся в следующем уроке.